здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас встреча посвящена промарин коллагену пептида это молодость вне времени и у нас будет довольно много сегодня материала много отзывов и те кто присутствует и слали свои отзывы сегодня мы познакомимся вы знаете что у нас сейчас идет акция на коллаген это премиум продукт и сегодня я решила что мы посвятим нашу встречу знакомству с этим продуктом немножко глубже и как я обещала вас будут инструменты для того чтобы продвигать этот продукт на рынок быстрее и проще и начну я с того что покажу вам вот эту страницу сейчас мы уточним как все видно хорошо видно видно вам страница да вот так это страница в телеграфе которую я написала двадцать первом году когда коллаген вышел и здесь собрана вся информация которая может нам пригодиться для этого дела кому каждой девушке каждому мальчику двадцать пять плюс который хочет протисыпаться красивой тому кто понимает что здоровье это современная сексуальность всем кому нужны эластичные связки густые волосы крепкие ногти упругая кожа тонус интимных мышц подтянут овал лица и неутомимые глаза ну скажите кому это не нам итак промарин это питьевой коллаген для поддержания здоровья кожи и связок изнутри а еще он очень вкусный минимальный курс один месяц в идеале первые три месяца подряд но я заметила что если девушка например сильно в возрасте то здесь нужно прямо ударные дозы может быть по одному три флакона в день хотя бы первый месяц чтобы закрыть дефициты и так смотрите что такое коллаген вот на этой фотографии много девушек разной комплекции но их объединяет одно у них сияющая кожа красиво эластично вот у этой девушки который всего 29 лет такое заболевание очень редкая у нее просто нету коллагена посмотрите как она выглядит но не как 29 лет а например ну как как 80 до никакой макияж тут не спасет рекламный ролик я вам не буду показывать а вот о любу такого я хочу не может никак энергию накопить но и оказалось что самая главная ткань это все-таки соединительная ткань вот этот вот клей и для меня это было в общем большим открытием причем вот не в первых дней работы например в медицине а уже приблизительно наверное через 10 лет вот может даже через 15 существует такой белок который называется коллаген и этот белок а по сути дела является как бы арматурой кожи разных слоев кожи связок и еще многих многих различных структурных элементов вот функции коллагена отвечают за упругость ткани когда мы трогаем руку ребенка там или какую-то часть и ножки упругие да если мы бабушку потрогаем то этой упругости уже не будет эластичность за рост новых клеток за структурность и соединение за дряблость за обвисание ну и не секрет не для кого что люди стали жить дольше вопрос качество жизни да вот я например на седьмом десятке но совершенно не хочу стареть меня эта перспектива старости вообще не устраивает и поэтому вот я еще так сказать с корыстной целью начала изучать глубоко прямо эту соединительную ткань именно для того чтобы задержать какие-то темпы снизить хотя бы эти темпы естественного старения самое главное что коллагены существуют в нескольких видах это вот жидкое состояние коллагена кровь я честно говоря не знала что это коллаген лимпа межклеточная спинномозговая жидкость и все тканевые межканевые жидкости да волокнистая волокнистая это сухожилия фасты и связки сумки различные поддерживающие связки у нас все куда-то прикреплено и кишечники и желудочно-кишечном тракте и органы малого таза на каких-то связочках чему-то крепятся вот это все соединительная ткань желеобразная это вообще удивительный вид ткани я думаю что мы когда-нибудь отдельно о нем поговорим потому что выращивание хрящей это по сути дела возможная реальная так сказать история у нас в старости у всех по моему хрящи становятся такими сточенными да ну и конечно твердые это кости и тоже здесь нас подстерегают различные проблемы вот остеопороз да когда решетка кости промуга вот это вот становится совершенно слабенькая и кстати для меня было очень большим открытием что бабушки когда ломают шеи у бедра они оказывается сначала ломают а потом падают вот потому что я думаю что они падают и при падении ломают вот это меня совершенно потрясло а как-то она сначала ломается ли потом человек падает и провести весь остаток жизни условно говоря памперсах на кровати с не сросшимся тазобедренным суставом это в общем перспектива очень плохая поэтому нам надо раньше начинать смотрим что же такое соединительная ткань я познакомилась с профессором алексеевым и он меня он мне провел консультацию такую очень длительную потому что честно говоря врачей этому не обучают вот я не помню чтобы нас в институте обучали функциям там старению соединительной ткани да и вот во всяком случае те кто занимаются говорят что старей не можно остановить именно за счет старения вот этого коллагена наше тело на 85 процентов состоит из соединительной ткани но не считая воды мы как бы убираем сухой остаток да вот есть вода которая там 60 70 процентов а есть ткани так вот из ткани 85 это соединительная ткань и она поддерживает соединяет значит ходит стенки капилляров соединяет ткани между собой и у него очень и очень много функций и посмотрите как она интересно устроена она состоит из белков и кстати самая большая проблема как ну как вообще мы все знаем да это не углеводы потому что углеводы мы можем получить самая большая проблема человечества где он вообще возьмет белки если мы допустим выходит на духовный уровень развития и как бы декларируем для себя что но нежелательно нам убивать вот все то что мы убиваем да если мы хотим быть грамотными цивилизованными там духовными людьми конечно мы должны снизить потребление животных белков вот второй момент когда мы снижаем чем их заменить вот это самая главная проблема да итак посмотрите как она значит внизу косичка а потом эта косичка соединяется там 8-10 жгутиков а потом эти жгутики соединяются просто кабели такие вот с оплеткой причем эти кабели мощные структурные они находятся во всех органах строго органа поддерживается то есть это совершенно замечательная история если бы я это знала ну может быть там 40 лет назад когда я начинала работать врачом я вот клянусь я бы всю жизнь посадил посвятила соединительной ткани потому что на самом деле ее надо с детства вот ребенок растет а ему уже не хватает подросток пошел в рост а ему уже не хватает за счет этого образуется и сколиозы ну и разные другие заболевания структура соединительной ткани посмотрите как она усиливается по мере синтеза вот маленький пучочек побольше побольше пучочек еще побольше мощный пучок и уже конечное волокно то есть вот когда я смотрю на электрические кабели там высокого напряжения какой-то там абсолютно точно такая же структура вот поэтому вот об этом надо знать и об этом надо помнить и самое главное что нам нужно сырье для того чтобы четкий вот этот синтез кстати на который идет очень много энергии и вот симптомы недостаточности соединительной ткани но возьмем коллаген но там еще есть эластин там еще есть другие как бы кератины различные там много белков которые находятся в соединительной ткани это потому что и волосы и все да так вот какие мы можем симптомы заметить да ломкость сосудов а ломкость сосудов это инфаркт инсульта появление морщин это старый обвисание кожи это старость и дряблость и это немощь неприятные ощущения в суставах то есть нарушение синтеза соединительной ткани хрящей ослабление костной ткани то есть это переломы в любом возрасте независимо так сказать от нашего состояния зубы парадонт периодом связки все зубов которые крепят 40 годам человек практически уже лишается естественного состояния зубов выпадение волос нарушение зрения то есть колоссальное колоссальное количество симптомов это вот просто самые такие а существует еще десятки мелких симптомов и вот типы коллагена вот это самое интересное оказывается у нас около 20 типов коллагена 25 а некоторые ученые даже до 30 насчитывают первый тип второй тип третий тип четвертый тип да то есть и все коллагены устроены по-разному то есть у нас в организме существует программа синтеза 25 видов коллагена то есть крусталик это тоже коллаген а там среды глаза это тоже коллаген значит связки глаза капсулы различные поддерживающие элементы это тоже все коллаген просто разного типа так вот самое главное чему мы переходим условия для синтеза коллагена то есть строительные материалы первое это белки конечном счете аминокислоты второе это гак гликоза аминогликаны хондроэтины гиалуроновые кислоты и так далее третье это витамины их немало c а е к д то есть вот без этого синтез вообще не идет и микроэлементы кальций фосформа мицин теракремний марганец и мель причем самое интересное это все одновременно вот это вот вводит меня прямо в какой-то ступор потому что ну вот все есть а нету витамина c например или все есть но солнца нету зимы нету там солнце там зима нету витамина d или например просто не хватает кремния марганца и мель и синтез коллагена прекращается либо коллаген становится рыхлым каким-нибудь допустим недоброкачественным костная ткань не формируется подросток растет у него связки утолщаются уплотняются жесткие он ломает рвет эти суставы связки да поэтому вот вот эти вот условия они на самом деле непростые вот вообще непростые я не для одного из как бы заболеваний не знаю вот этих условий чтобы так много нужно было причем одновременно ну вот это была в гостях ольга алексеевна бутакова если вам интересно посмотреть выступление семейченко то здесь пожалуйста есть а теперь по описанию продукта что это за продукт который у нас есть что это за пептида такие коллагены почему он уменьшает глубину мрачин восстанавливает упругость увлажненность эластичность кожи улучшает выравнивает тон придает волосам здоровый блеск укрепляет ногти и уменьшает проявление целлюлита и так мы хотим познакомиться с промарином пептида коллагена он у нас морской жидкий вкусный гидролизованный содержит витамина c витамин b7 витамин х витамин b6 и как вы видите это все способствует для того чтобы этот коллаген усваивался способ применения один флакон в день во время еды написано во время еды ну я думаю что мы можем пить его и вечером и до еды и после еды и дальше идет в этой странице у меня вопросы ответы какая разница между пептидами коллагена коллагеном и желатином какого типа коллаген содержится в пароварении что эффективнее наружнее средство космической инъекции или пептида я не буду это зачитывать это долго я вам дам ссылочку и вы прекрасно все это прочтете сами но самое главное вы можете этой ссылке поделиться со своими людьми я например решила что я вообще по своей личной группе у меня в личной группе порядка ста человек я каждому в личку в васапе пошлю эту ссылочку чтобы они посмотрели вот зачем мне людям пересказывать то что уже написано и есть когда можно видеть результаты сколько месяцев подряд как увеличить дневную дозу с какими продуктами сочетать с какими не сочетать зачем добавлены некоторые продукты какие схема приема почему сладкий вкус вот это я могу вам сказать что из шести граммов углеводов находящихся в пузырьке только один грамм сахара и пять грамм приходится на эритрол на сахароспирты которые в общем-то сахаром не являются калорийно всего 70 килокалорий ну и так далее и производство тайвань упаковка рассчитана на месяц смотрите презентация в картинках дальше идет вот эта презентация я просто хочу напомнить вам что этот инструмент у вас есть что вы можете пользоваться и и здесь есть отзывы на промарин коллаген есть фото отзывы даже вот мой отзывы я могу показать решила показать вам себя в кризисе это после двух курсов коллагена видно что шкурка моя подтянулась я обращалась к разным людям которые у нас давно в клубе они говорили но у нас ярко выраженных результатов нет мы просто выглядим на 10-15 лет моложе чем мои сверстники представляете ведь для нас употребление этого продукта само собой разумеется да поэтому мы сегодня послушаем других людей вот увеличение четкости зрения веки интимное моложение как бы общее оздоровление я просто вам прокручу что у вас есть уже в ваших арсеналах мужчины и женщины никому вернее всем можно его кушать вот и вот такой инструмент у вас есть заняло это времени у нас буквально 10 минут но вы получили в руки вот такой шикарный инструмент и если говорить коротко то сейчас я хотела вам показать одно короткое видео на одну минуту как это хорошо сделано так пять критерий для того чтобы сейчас я сделаю и вам покажу мне это казалось очень интересным я думаю будет правильно если я просто покажу автора этого ролика это Катя Кудря посмотрите как она рассказывает за одну минуту 22 секунды про коллаген как выбрать критерии классного коллагена если хотите потом добавлю это видео в группу пять критериев для того чтобы выбрать хороший топовый коллаген который будет работать первое нужно выбрать правильный тип коллагена рыбный свиной говяжий куриный самый крутой который идет на построение кожи волосы это рыбный он самый усвояемый наиболее подобный белку человеческого тела поэтому выбираем его вторая точка это дозировка ученые доказали что ежедневная дозировка коллагена должна быть от 5 тысяч миллиграмм коллаген примерно 5 грамм если больше будет результат круче если меньше вы его не накопите третья точка должна быть маленькая молекула коллагена которая свободно пройдет через ЖКТ классно усвоится и измеряется она в специальных единицах о них я написала подробнее и четвертая точка наличие специальных продуктов которые усиливают синтез коллагена это сера это биотин это витамин С если все эти компоненты есть у вас очень крутой продукт и пятое это форм все знают что жидкое усваивается идеально если вы берете капсулы таблетки порошки степень усвояемости коллагена снижается переходите в описание ну как вам одна минута двадцать две секунды все четко все хорошо и все четко просто рассказано пять основных принципов выбора коллаген поэтому я решила больше в глубину не идти а пригласить тех кто получил свои собственные результаты на коллагене и сейчас я предоставлю слово Ирине Рут и мы Беречка готова? да да готова отлично сейчас я демонстрацию экрана пожалуйста им добрый день меня зовут Ирина мне сорок два года и мы с мужем проходили очищение организма и когда мы прошли очищение у меня муж он сбросил двадцать килограмм это достаточно много за девяносто дней и у него стало немножко подвисать кожа вот и мне как бы я задавалась вопросом что делать да как же быть вот и мы решили вместе с ним после очищения пропить коллаген потому что мы много слышали про него попробовать вот и буквально где-то наверное на третий день я заметила когда мы начали пить коллаген он у меня на неделю уезжает да и вот он так получил что он заскочил домой на третий день и я смотрю на него а у него вот лицо как будто посвежело как будто вот кожа разгладился я так смотрю я его стала быстро фотографировать думаю продукт работает мы стали его дальше пить и через месяц у него подтянулась кожа да и я по себе тоже стала замечать что кожа как будто налилась как будто она натянулась да она начала светиться вот и также я заметила что я меньше стала по ночам бегать в туалет это говорит о том что у меня как бы укрепились мышцы вот плюс я заметила что у меня десна они как бы побелели да лучше стало с зубами и самое интересное то что как бы что он вкусный этот коллаген то есть мы когда я да открывала бутылочку то дети уже стоят и просят да и хотя бы глотоку сделать да насколько это вкусный вот этот вот продукт что даже детям нравится ну на самом деле очень удивительный продукт нам очень понравился вот мы сейчас будем делать паразитарную программу и опять же хотим снова пропить обязательно коллаген спасибо спасибо Ирочка выглядишь просто супер звезда модель когда ты результат продукт своего продукта у нас Елена айфон пишет три месяца пропила сделала один месяц вперед и сейчас снова хорошие результаты ну если у вас хорошие результаты хотя бы голосом нам расскажите какие именно мы все хотим выглядеть прекрасно всем добрый день да я хотела добавить что я пропила уже три месяца сейчас я делала перерыв месяц и вот вчерашнего дня я начала обратно коллаген закупила на месяц пока но я думаю что я буду его то есть это войдет в основу у меня постоянную значит я по результатам хотела сказать что у меня подтянулись веки лицо овал тоже подтянулся кожа я хочу сказать что наверное тоже муж говорит я не знаю затем что еще можно добавить ну я думаю что не думаю я уверена что результат есть на лицо и заживление сейчас я удаляла лазером пятнышки не пятнышки а родимые родимые пятнышки с правой стороны видимо солнцем вот мы на вон мобиле катаемся я не защищалась конкретно вот оно появилось я сейчас удалила я вижу что у меня уже за три дня все затянулось я не буду показывать наверное но я вижу что очень быстро очень быстро все затягивается вот что еще единственное что я сейчас начала с сегодняшнего дня антипаразитарку и у меня вопрос к вам вообще в этот момент нужно пить коллаген или как и лецитин и ну вода это понятно у меня уже вода это на постоянной основе год и лецитин год просто когда антипаразитарку проходишь нужно вот тогда добавлять коралл коралл я принимаю с вечера да я совсем забыла добавить что у меня такая фишка я его принимаю с противити четыре штучки противити белок да и плюс коллаген на ночь но до сна за два часа и учитывая то что я ужинаю где-то примерно восемнадцать часов вот у меня после ужина еще два часа проходит и я принимаю коллаген и плюс противити я не знаю насколько это правильно но мне кажется хорошо работает я где-то прочитала что на ночь вообще хорошо белок поэтому я его сочетаю и вот такая у меня такой вот результат ну все наверное спасибо спасибо на сколько вам лет мне пятьдесят четыре пятьдесят четыре выглядите на тридцать пять так что продолжайте дальше я например ну как бы не так не пила я обычно если я пью противити я его пью до зарядки за двадцать минут чтобы когда зарядку делаю мышцы строились но если у вас на этом хорошие результаты то очень хорошо и тот и другой продукт быстро усваивается по поводу противопаразитарной программе в этих вопросах ответа а сейчас кто-то будет рассказывать я кину в чат эти ссылочки и в группах у нас будет тоже эти ссылочки на эти вот страницы там написано что нежелательно сочетать с продуктами в которых уже есть витамин c а если вы пьете антипаразитарку то там может быть такой витамин c например в листе черного ореха его много и если вы пьете противопаразитарку с крушиной то как вы понимаете крушина делает все на вылет поэтому сочетать с антипаразитаркой одновременно кормить их и гнать их я бы не рекомендовала я бы все таки сделала антипаразитарку как следует а потом бы накормили можно один вопросик можно еще один по антипаразитарке я это усвоила единственное что я не начинала еще я парафайт значит принимаю коготь принимаю значит потом коллоидное серебро ложечку затем альфа и все это я делаю натощак и что а и дерево мате вот по 2 капсулы я это делаю натощак до завтрака ну то есть вообще во второй второй половине добавится черный орех вот сейчас я по книжке посмотрела там парафайт идет и я таблицу еще смотрела есть такая таблица там такая машинка с крестиком вот я туда заглянула и там значит тоже расписка была но там не указывается что это нужно до делать но я так для себя думаю значит пусть покушают эти наши друзья вот это все а потом я буду свой завтрак догонять ну я не знаю насколько это правильно это чисто моя такая идея ну рыба на голый крючок не клюет чтобы она подплыла ее надо чем-то приманить в смысле еду вот поэтому в середине еды можно паразитарку засунуть ага хорошо потому что я думаю что если вы такие противопаразитарные травы натощак они могут немножко желудок раздражать ну просто посмотрите как вам будет удобно это уже моя вторая получается это я в прошлом году делала себе по концепции здоровья я уже все сделала но у меня уже на все на всем протяжении то есть вода лецитин а ой ой елена у меня к вам еще один такой очень важный я совсем забыла дело в том что у меня начали хрустеть я не знаю может быть это фасцы может быть это хрящики кальций сдала все в порядке но я встаю на зарядку встаю у меня хруст просто и я испугалась может быть я вот этот антиоксидант который каждое утро принимаю за полчаса до еды может быть я немножко переусердствовала я не знаю это уже у меня в течение года у меня нет остановки ни на воду ни на антиоксидант ни на лецитин это у меня каждый день и я думаю что может быть антиоксидант как-то повлиял на этот хруст ну влияет как-то я не знаю в общем хрустят у меня все у меня колени хрустят с детства потому что вот сейчас даже даже щелкнули это иногда бывает ну как бы природное ну как бы природное свойство это может быть никак не связано с антиоксидантами просто здесь нужно более углубиться может быть не хватает каких-то других веществ а вы белурон давно пили? я пила белурон зимой пропивала но у меня я хочу вам сказать что у меня никогда этого не было я сама спортсменка и спортом занимаюсь постоянно и каждый день по 7 километров вокруг озера ну в общем то есть у меня вот началось а началось это после того как я переболела ковидом собственно я даже и не переболела у нас на работе все болели но я за счет наших бадов себя поддерживала но слабовата я была и когда я стала на фитнесе приходить я чувствовала что я слабовата но я стала чувствовать что я повернусь присяду там какие-то упражнения делаю у меня все хрустит хрусь хрусь и все я сдала все витамины все анализы прямо как в космос и мне у меня единственное что нехватка железа остальное все в порядке я не знаю с чем это связано а кто ваш рекомендатель или спонсор Ирочка Ирочка тогда мы давайте вопросы отложим на потом и может быть в частном порядке потому что у нас сейчас время результата да чтобы они у нас как-то были более динамично а мы тогда подумаем как вам ответить на ваш вопрос спасибо большое все да Винита хотела я знаю есть результаты да добрый день Винита в Донецке но на концепции я уже 15 лет и конечно результаты много их очень много да и по омоложению но все равно оно у меня как бы врожденное или как это всегда было такая ну вот с горлом вот с кожей вот горло да вот здесь шеи да были всегда проблемы она всегда была такая ну самое плохое самое плохое место то что я вот даже с бадами очистками и трудно у меня было это все как бы кругость сделать да да и когда я уже решила принимать коллаген и принимать его достаточно постоянно ну я могу пропустить один месяц но в принципе я решила чтобы мне там ничего не делать консперментологу не ходить это сразу видно да это сразу это упругость вот кожи да даже шеи да это все видно на лицо и все реже реже несмотря на то что мы все равно по годам стареем косметологу мы ходим сейчас уже вообще редко да мой косметолог мне уже подписан в клуб она мне звонит тут я не нужна тебе я такая смотрю в зеркало ну вроде все потянулось все вроде есть все отлично да и главное не жалеть на себя если хочешь реально подпитывать да каждый день кожу это очень очень ну это этого стоит да потому что потом уже когда все сморщилось все упало все слетело да это уже намного труднее как бы подтянуть профилактика это самое лучшее я довольна своей кожей и в Тибрее мы были в Турцию и там моя старшая внучка ей 11 лет она познакомила меня со своей подругой которая тоже там была и она такая вот это моя бабушка а я такая ну у парники там такая хвостик эта девочка так долго смотрела она такая открыла рот такие бабушка она такая нет вы разве ее бабушка нет она такая я не верю этому так что да комплименты у нас каждый день и по коже и по всем местечкам которые мы не называем громко да омоложение всего тела происходит и коллаген это у нас прям прям топчик спасибо спасибо Венита чудесный пример от того как может женщина выглядеть в свои 50 лет на 30 лет всех смущать так Света пожалуйста да я хочу рассказать вначале свой результат Яна когда у нас появился коллаген стала его пить просто так чисто знаете для интереса думаю будет результат поживем увидим что я обнаружила прошло где-то 10 дней я утром просыпаюсь посмотрела в зеркало думаю такая увлажненная кожа все вот здесь вот подтянулось брыльки чуть-чуть упругие стали я обрадовалась такому результату ну и пожалела что все-таки не сфотографировала себя до и после но я хочу сказать у нас результат очень хороший есть в структуре у лаймы стенселите она ко мне пришла однажды с такими вот глазами большими сказала Света ты представляешь говорит я вот купила коллаген стала его пить и обнаружила на семнадцатый день как она рассказывала что у нее были у нее было на одно ухо проблема со слухом была сделана операция и она одним ухом не слышала на семьдесят процентов и когда бегала по утрам зарядкой занималась там бегала она всегда из одного уха вытаскивала этот наушник чтобы реклама когда проходила не слышать эту рекламу и однажды значит она когда пила этот коллаген на семнадцатый день обнаружила что когда вытащила наушник из уха то услышала что этим ухом которым она не слышит она слышит рекламу и после этого стала хорошо слышать на это ухо с тех пор у нее вот восстановилась слух в одном ухе вот такой результат то что внешность изменилась это мы сфотографировали и это можно наглядно увидеть вот такие результаты спасибо света я знаю что эта проблема у нее была давно и она не слышала этим ухом двадцать лет и даже через двадцать лет ткани ткани смогли восстановиться и восстановился слух это конечно феноменальный результат и ну я не знаю это это очень-очень круто так есть у нас еще девочки или мальчики которые хотят поделиться результатом Танечка мы тебя слушаем включился мой микрофон пыталась пыталась слышите слышим не видим но слышим да нет камеру не могу включить точно вырубит но я хочу поделиться своим результатом то что были проблемы с голосом все знают то что мне врачи не смогли помочь и послали меня богу молиться тоже все знают но на наших продуктах ну порно работая голос вернулся да он еще не такой как он был раньше но я уже говорю меня люди слышат и я считаю что наш коллаген сыграл не последнюю роль в этом потому что все таки связки это очень такое нежное инструмент как мы слушали там одного преподавателя с Леной по системе рейки там постановлению он там дал некоторые рекомендации но благодаря нашим продуктам благодаря концепции благодаря нашим таким замечательным коллагену и белрону я считаю что они в паре работают вообще шедеврально и вот я теперь говорю и я теперь очень рада я теперь уже хочу к людям хочу вернуться домой встречаться разговаривать уже не хочу больше прятаться вот и я благодарна всем создателям и нашему руководству что мы имеем такие продукты да естественно это вот моя больная тема поэтому я с нее начала но результаты шикарные я так как работаю живу сейчас в другой стране и у меня со специалистами красоты очень так напряженка волосы растут очень быстро раньше я волосы красила раз в полтора месяца теперь мой муж стал моим парикмахером он красит мне волосы каждые две недели они отрастают у меня практически на полтора два сантиметра вот у меня улучшилось состояние моих ногтей раньше у меня очень была сухая кожа особенно на ступнях после той химиотерапии я всю жизнь работала с этим и они у меня были такие жесткие сухие теперь у меня пяточки как у младенчика причем мне не надо ничего для этого делать ничем их не брать не скоблить не пилингов делать они просто вот сами такие ну и еще очень я заметила что улучшилось состояние слизистых в наших женских органах у тебя да вот полагалище такое влажное крепкое и качество секса просто радует не только меня вот и что еще вам сказать ну в общем результаты есть ну и я все время говорю что вот увидела запиши но как как всегда это вот проходит мимо потом это все вылетает ну надеюсь что что другие тоже заметят увидят и поделятся а то что мы выглядим конечно гораздо лучше своих сверстников я всегда очень люблю приезжать к себе на родину и встречаться со своими одноклассниками однокурсниками и когда мне мой сын сказал мама это это не твои одноклассники это наверное одноклассники нашей бабушки мне было тоже очень приятно спасибо за внимание спасибо танечка в англии интернет оставляет желать лучшего поэтому мы услышали твой результат и даже его записали у нас сегодня слушает нас Марьяна которая тоже со своими волосами ты можешь этот результат нам рассказать если ты можешь я даже не знаю с чего начать с волос начни да у меня было жуткое выпадание волос особенно в начале беременности так как я сейчас беременна и потом через несколько месяцев тоже опять волосопад пошел вся постель в моих волосах ну я начала пить коллаген хорошо что у меня было его много дома потому что в начале беременности как-то не хотелось никаких витаминов пить особо а потом я думала нет тут уже так не пойдет я пила и серу и коллагена просто две упаковки потом сделала перерывы вот сейчас третью уже допиваю надо идти за новой понятно но тебе еще коллаген пригодится во-первых да растягиваются живота чтобы не было вот этих стрий чтобы потом после родов животик хорошо собрался подтянулся поэтому нужно чтобы внутри были питательные элементы я думаю и ребеночек родится с хорошей кожицей с гладеньким с молоденьким еще молодым да ну осталось не так долго ждать мы уже скоро узнаем какой он будет вот вот так рада очень за тебя что у тебя все сложилось все сложилось и теперь Насмарана живет в Латвии там беременность у меня тоже так надо как-то видео записать как потому что я же планировала но надо было и почиститься там надо видео записать как это все произошло так как я хотела прекрасно 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 спасибо есть у нас еще результаты что мы их могли сегодня людям рассказать у кого есть поднимайте руку или пишите в чате дадим возможность выступить ну если у нас нету у нас 47 минут через 10 минут у нас будет встреча с руководством благодарю всех за участие и всех кто выступал благодарю от всего сердца что вы поделились результатами и дали другим людям надежду на то что и у них это все получится спасибо